Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем нашу, я так думаю, еженедельную рубрику, которая будет называться «Ликбез Ковальского и Ковальченко». Вот так вот. Итак, как мы представим нашего гостя? Сергей Ковальченко, представьтесь полностью все свои титулы. Вы историк? Ну, я скорее журналист, политический обозреватель. Приехал из Петербурга, здесь, сейчас живу в Таллине. У меня есть телеграм-канал «Занимательная конспирология», ну и там многие оппозиционные российские издания, которые работают в Европе, в общем, пользуются моими комментариями. В общем, все по заказу Госдепа, так сказать. Это, так сказать, это обязательный сертификат качества, чтобы вы понимали, дорогие друзья. Если создано по заказу Госдепа с целью подрыва духовных и каких еще там разных других прочих путинских ценностей. Итак, к теме. Сегодня мы с вами поговорим о очень важной теме, а именно, что такое фашизм. Потому что очень часто любят говорить сегодня, особенно и по телевизору, про то, что вот нынешний режим в России, он фашистский, про то, что, в принципе, идет некая неофашизация разных сфер жизни, не только в России, но и в других авторитарных режимах. И вот об этом хочется поговорить. А что, собственно, вообще такое фашизм, когда это появилось, и закончилось ли оно, или, может быть, оно как-то перевозрождается, пересобирается в новых реалиях? Вот об этом хотелось бы. Ну, как идеологом фашизма, как известно, был Бенитто Муссолини, который, в общем, во время Первой мировой войны, так сказать, придумал вот эту вот идею о сплочении, ну вот о патриотизме внутри нации. То есть вот это, если говорить об идеологии, да, вот чем там фашизм от нацизма отличается, да, кровь и почва есть такие два понятия, да, потому что Муссолини — это почва, да, это как бы вот все живущие люди в Италии, они должны быть патриотами своей страны. У меня сразу в связи с этим возникает вопрос. Ну вот Первая мировая война, в результате которой разрушилось четыре крупных колониальных империи. Император, как известно, это некая абсолютная власть, передающаяся по прямой наследной линии, или в результате каких-то династических переворотов. Почему, например, нельзя назвать фашистским, скажем, режим Людовика XIV? А, например, Аббенито Муссолини, который точно так же контролирует всю власть, почему он фашист, а тот, кто говорил «государство — это я», фашистом не является? Ну, значит, давайте, так сказать, определимся с терминами. Людовик XIV — это абсолютная монархия, но, как мы помним, еще примерно где-то 800 лет назад в Европе появились первые парламенты. Кто был первый? Первый был парламент во Франции, кстати. Это от французского слова «парле» говорить. Так что такое парламент? Парламент в то время — это место, где люди высших сословий, но не дворянских, решали вопрос о налогах. То есть это в эпоху Возрождения началось, да? Да, это вопрос о налогах. То есть король начинает много тратить, мы начинаем много платить, и мы хотим ограничить короля в его тратах на войну, на роскошь и на все остальное. Потому что для того общества, которое было тогда в Европе, в части стран, неприемлемо было, когда король просто разоряет собственную экономику. Поэтому появились парламенты, где решалось отдать королю еще денег, например. Больше денег, меньше денег. И режим Людовика XIV, конечно, был абсолютистский, потому что власть короля распространялась на всю страну. Король решал судьбу подданных, потому что это были подданные, это были неграждане. Ну конечно. Так же, как и в Российской империи. Там было крепостное право или что-то в этом роде? Какая-то форма этого явления? В Европе уже к тому времени потихонечку все это отменялось. Крепостное право, вообще Российская империя была последней, где отменили крепостное право в Европе. Как любят шутить. Помните рекламу, это, по-моему, Банк Империал. Первый вагон метрополитена пошел в Лондоне в год, когда отменили крепостное право в России. Да, совершенно верно. То есть, конечно, Россия ко времени прихода к отмене крепостного права была довольно отсталым и по административным практикам, и по экономике государством, потому что в ней осталось крепостное право, но это фактически рабство. У нее была слабая промышленность, а весь мир уже завершал промышленный переворот. То есть, Британия начала его, когда Испанская империя завоевала, то есть, не завоевала, а открыла Америку. На эти деньги, на это золото Британия выстраивала свою промышленность. То есть, это показала Крымская война, что Россия от того времени была абсолютно отсталой, огромной, непонятной для мира страной. Я, кстати, слышал интересную статистику, что сколько там было процентов грамотного населения среди крестьян? Ой, смотри, значит, по последней переписи населения, которая была, по-моему, в 1891 году, грамотным было, по-моему, 11% населения. То есть, это при том, что в Америке уже в этот момент даже среди чернокожего населения было 30% грамотным? Ну, просто вопрос в том, что реформы, которые были проведены в России к тому времени, они проводились одновременно. И это было там 1860-е годы, если говорить. Тогда в России отменили крепостное право, была проведена земская реформа, была проведена военная реформа, была проведена судебная реформа, четыре вида реформ. И так как мы сейчас хотим какой-то скорости, потому что мы живем в век интернета, когда сегодня ты здесь написал, а на другом конце мира уже это видят и обсуждают. Все-таки Европа того времени, конечно, уже была с железными дорогами и с газетами, но информация все равно распространялась не так быстро, и все процессы происходили куда медленнее, чем в 21-м, в 20-м даже веке. И вот вопрос в связи с этим. Вот есть абсолютистские монархии, где, ну конечно же, присутствует там и крепостное право, и произвол при, наверное, предознании подозреваемого в каком-то преступлении. При этом власть сосредоточена сначала в руках, будем так говорить, крупных феодалов, потом уже с приходом капитализма в руках промышленников, с отходом старого феодального порядка. И вот где-то на всем этом, каким-то неожиданным, неожиданной аномалией появляется фашизм, который не является в полном смысле феодальной монархией, где власть сосредоточена в руках того, кто помазан богом. И это не является, ну в прямом смысле, там буржуазной демократией капиталистического типа. А какой-то гибрид одного и другого, да? Вот в связи с этим я бы хотел разобрать, есть 14 признаков фашистского государства по Умберто Эко, наверное. Ну там есть, да, есть, кстати, по-моему, 15 вот таких вот признаков, то есть не 15, а 15 типов таких разных признаков. Ну да, вот есть, нет, есть известное определение Георгия Димитрова, но мы его тоже разберем, я так думаю. Ну да, на самом деле там с определением фашизма все довольно просто. Давайте попробуем. Хорошо. Так, яркие проявления национализма. Ну вот здесь постоянная проблема с тем, что вот есть некий признак, который может подходить под десяток других каких-либо общественно-политических течений, да, и при этом не обязательно указывающий 100% на тот предмет, который мы обсуждаем. Вот это вот интересно, кстати. Потому что яркое проявление национализма. Ну, например, я могу сказать, что если там проецировать это на сегодняшнюю Россию, это не так. Государство, наоборот, борется с любыми националистами, которые пытаются поднять голову. И очень много националистов, кстати, в эмиграции. Потому что вообще советское государство, оно было антирусским. Ну, конечно. Оно было антирусским, и Российская Федерация продолжает быть таким же. Потому что, ну вот, как бы, то есть ты можешь называть себя представителем любых коренных народов. То есть существует бытовой национализм, конечно, да, но на государственном уровне всегда стыдно произносить слово русский. Поэтому с этим определением мы сразу, как бы, мы это определение сразу отметаем. Культ традиции. Традиционализм старее фашизма. Главные идеологи фашизма состоят сплошь рядом из мыслителей традиционалистов. Не место развитию знания. Истина уже провозглашена раз и навсегда. Подходит ли это под сегодняшнюю Российскую Федерацию? Они пытаются, это так называемые традиционные ценности. Но, опять же, вопрос в том, а что это такое? Вот что такое российские традиционные ценности? Значит, в 1917 году произошла большевистская революция. Старый строй и старый уклад жизни был сломан. Значит, в 30-е годы во время коллективизации самая большая часть населения Советского Союза подверглась репрессиям. И фактически была размыта и уничтожена это крестьянство. К концу Советского Союза это была такая городская страна уже, когда все стремились в город, когда пустила деревня, когда какие-то деньги сделать карьеру можно было в городе, когда, кстати, более-менее, к концу ведь советской власти, все население было грамотным страной. И школьное образование было всеобщим. Поэтому, честно говоря, здесь и сейчас, когда в России говорят о том, что такое наши традиционные ценности, скрепы, которые, кстати, термин «духовные скрепы» придумал режиссер Владимир Бортко. Нет, мне вот просто вопрос, когда они говорят, что это такое, это смесь какого-то православия, самодержавия, народность, графа Уварова, какие-то там эти, то есть славянофилы-западники, ведь этот же спор... Это невозможно понять, потому что на самом деле никто этого не соблюдает. Об этом говорят наши предки, туда-сюда. Я могу сказать, что из каких-то вещей, которые государство культивирует, в стране, конечно, расцвела гомофобия. Все остальное не работает на самом деле вообще. Но и гомофобию культивировали, ее поддерживали. Десять лет прививали то, чего на самом деле не было в конце нулевых годов, когда в Петербурге было несколько гей-клубов, и люди совершенно спокойно относились к этому. И вот когда появились вот эти вот Милоновские законы, когда по телевизору стали об этом говорить, когда людям стали вбивать просто эту гомофобию в голову, конечно, пропаганда постаралась. И, в общем, очень многие активисты сейчас уехали. Во всем остальном, понимаешь, вот смотри, даже по тому, что говорил Владыка Тихон, которого называют духовником Владимира Путина. Шевкунов, который... Да, 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 Владыка Тихон, митрополит Псковский-Порховский. В среднем по праздникам в церковь входит 2% населения. Вот тебе и все традиционные ценности, понимаешь? Это вот понастроили церквей, фактически вот там в Петербурге, в спальных районах. Я вспомнил песню Макаревича, пооткрыли в церкви, будто извиняются. Это правда. То есть они понаоткрыли церкви. Это вот я сравнил тоже с Турцией. Был когда там тоже в спальниках, вот везде мечети понатыканы. Но общество-то светское, советское. И оно, ну да, есть вот эти проявления как бы такого нарочитого православия, но этого мало. То есть на самом деле есть какие-то буйные люди, которые там, вот как был отец Сергий под Екатеринбургом, как был когда-то якутский митрополит. Ну вот такие вот какие-то, ну как там духовник, патриарх, там схиат, схимандрит, Ильи как бы, да. Но это единицы. В основном люди там, я думаю, что если провести где-то в России опрос на уличный, да, и попросить людей правильно креститься, как бы они все будут... Вот в связи с этим у меня следующий вопрос. Вот они говорят про какие-то единые традиционные ценности для России, при этом которым значит много веков. То есть, как правило, еще и от Рюрика, например. То есть они себе представляют, значит, Россия от Рюрика, значит, это в их сознании Россия от Рюрика в тех же границах, которые она находится сегодня. А нет, нет, в границах Российской империи 1850 года, прямо с Аляской. Вот это все, значит, это все у них Старая Русь. И потом Путин говорит про то, что нас, русских, значит, нас, Россию, печенеги и половцы терзали. Забыв, что эти печенеги и половцы, это современные жители Ростова, по-хорошему, да, или откуда? Ну, не совсем, как бы, нет. То есть это же... Нет, это совсем не те люди, которые... Так вот, об этом и разговор, что они пытаются протянуть вот эту абсолютно непонятную нить, хотя, по-хорошему, связь с теми людьми, которые тогда населяли эти территории, примерно такая же, как у жителей современной Греции с жителями Древней Эллады. Нет, вообще, на самом деле, связь вот такого вот российского, русского традиционного общества и уклада, она прервалась в России после 1917 года, и ее уже нет сто лет. Нет этих больших патриархальных семей, которые живут. На самом деле, как бы, часть уклада осталась, потому что вот до сих пор в России, как бы, самая главная опора человека, это его большая семья. Ну да, это последнее, что осталось. Да, это последнее, что осталось, да, вот, которые там помогут, все друг друга тянут как-то, да, вот эта вот семья и там ближний круг, да. Но при этом вся вот эта вот иерархия, она вся уничтожена была советской властью, поэтому это смешно, когда они говорят, когда про традиционные ценности говорят бывшие партийные секретари, как бы, да, собственно. Поэтому и никто в это не верит, потому что это, как бы, в это невозможно поверить. Ну да. То есть это все не будет работать, да, когда, там, не знаю, а потом Яндекс выкатывает очередной, значит, очередной исследование о том, как бы, какой трафик больше всего потребляется в России, да, и выясняется, что там больше 90% это порно-трафик. Вот здесь есть страна традиционных ценностей. Ну, понятное дело, слушайте, салоны... Уже понятное дело. Сколько было официально зафиксированных этих публичных домов в Петербурге в начале прошлого века? Я точно не знаю, но как бы были такие традиции, как бы, да, и проститутки, в общем, были, так сказать, они были оформлены и работали. Ну вот, пойдем, значит, второй пункт признаков фашизма. Традиционализм ведет к неприятию модерниста. Итальянские фашисты и немецкие фашисты обожали технику, тогда каких мыслители-традиционалисты технику клеймили, видя в ней угрозу традиционным духовным ценностям. Фашизм отрицал капитализм, при этом наслаждаясь аспектами своей индустриализации, спокойно существуя в этом противоречии. Поэтому, ура, фашизм, можно определить как иррационализм. Ну, то есть, как там у нас борьба с олигархами, равноудаление олигархов, но при этом почему-то список Forbes, то есть, там, семибарнкирщина, это просто детский лепет по сравнению с количеством олигархов в поздней путинской России. Ну, здесь надо понимать, что какой экономический уклад оставил нам довоенная эпоха в России. Этот экономический уклад зиждился в основном на ресурсы. Это нефть, газ, лес, которые продавались за рубеж, и на эти деньги покупались, вот, я знаю, что там братья Ковальчуки, они адепты вот такой вот испанской модели, да, как конкистадоры, да, который вот и королева Изабелла говорила, империя позволяет продавать себе другим странам. И вот то же самое, то есть, мы продаем нефть, покупаем на эти деньги валюту, на эту валюту мы покупаем Мерседесы, БМВ, там, сотовые вышки и так далее. А зачем, типа, нам самим что-то производить, если мы можем все это купить? На чем зиждилась экономика Рейха? Ну, вот после Веймарской Германии, когда там был миллиардный дефицит, если почитать, там, тот же черный обелиск Ремарка, когда там обесценилась марка в миллиард раз, и вдруг неожиданно, ведь то, что говорят, но ведь Гитлер же сдержал все свои обещания, он же поднял экономику, за счет чего? Неужели только за счет ограбления евреев? Нет, ну, во-первых, к тому времени, когда Гитлер пришел к власти, все-таки, давайте не забывать, что до этого было примерно 13 лет Веймарской Республике, которая проводила экономические реформы, и которая уже постепенно экономика выходила из этого кризиса. Да, тяжело, да, сложно, Гитлер ввел какие-то простые вещи, во-первых, он как бы возродил военно-промышленный комплекс, потому что армия Рейхсвер, это была такая маленькая оборонительная армия, которая была запрещена фактически с Первой мировой войны. Дальше, при Гитлере это все начало развиваться, то есть маховик. А можно поподробнее, то есть, какие вооружения, но так, чтобы было понятно нашим зрителям, что такое маленькая оборонительная армия по сравнению с даже ранним вермахтом 39-го года. Если говорить на примере Эстонии, в Эстонии вообще армия называется силами обороны, потому что это, по-моему, всего несколько тысяч военнослужащих, которые, в общем, не преследуют целью нападения на кого-то, а преследуют целью оборону. Армия вторжения должна быть совсем другая, куда-то, если на кого-то собираешься нападать. И поэтому Гитлер пообещал военно-промышленному комплексу, что он сможет разгуляться. Отсюда у нас концерн Круп, Тиссен Круп, в общем, на плечах которого держалась вся вот эта немецкая военная машина. Опять же, это авиастроение, это мессершмитт, фокеулев, Юнкерс, да, ну и там не надо забывать химическую промышленность. Игфарбен, да, Игфарбен, да, то есть германская экономика при Гитлере держалась на Крупнике. То есть это тоже олигархат, грубо говоря, да? Вот сейчас, кстати, вот это можно сравнить с Россией, когда сейчас вот сращивание, то есть это мы уже перешли к определению Георгия Димитрова, что фашизм является открытой террористической диктатурой наиболее шовинистических кругов финансового капитала. по большому счету да. Это подходит сюда. То есть смотри, вот сейчас советник Владимира Путина по экономике Максим Орешкин говорит, что в этом году Россия выйдет на даже может быть какой-то небольшой экономический рост. За счет чего это происходит? Значит, насколько я понимаю, и не хватает рабочей силы. Первое, военная промышленность работает 24 на 7, рабочих рук там действительно не хватает, как бы, да? Но проблема ведь в том, что вот смотри, одно дело ты произвел грузовик, коммерческий транспорт, продал его, получил за это деньги. Грузовик поехал, стал возить грузы, приносить прибыль своему хозяинам. Тут ты произвел танк, потратил огромное количество денег, потому что танк это сложная штука, современная особенно. Танк, это там много железа, дорогое оружие, дорогие системы наведения, все остальное. Значит, ты его произвел, заплатил много денег из бюджета, он у тебя съел. Дальше ты этот танк везешь на фронт, расходы, потому что его везти дорого, железной дорогой. Дальше этот танк начинает ездить, жрать, значит, бензин горючий. Его двигатель быстро выходит из строя, потому что возить 40-тонную машину тяжело, он требует постоянного ремонта. Дальше этот танк уничтожают. Так вопрос, какая польза от танка и какая польза от грузовика? Если ты его не продаешь, этот танк, например, на каким-то малоразийным странах. В Индию куда-то, например, в Пакистан. Вот тогда это имеет смысл, если ты сам это используешь, сам это заправляешь, сам это везешь, сам тратишь людей на это, сам тратишь время, запчасти и все такое, для тебя это сплошной убыток. То есть, конечно, ты выходишь радостно и говоришь, наши военные заводы молодцы. На самом деле, они же так не говорят, но понятно, когда в российских новостях появляется, что не хватает даже сейчас запчастей для стиральных машин и микроволновых печей. Если ты приносишь куда-то в ремонт, тебе скажут, что ждите месяц-полтора, потому что нечем. А при этом говорят, что, знаете, наша промышленность сейчас работает просто ударными темпами. А это значит, что у тебя работает военная промышленность. И в Гитлеровской Германии было то же самое. Вот у Гитлера, то есть, с нуля построить Крикс-Марина. То есть, кто не знает, самую большую экономическую пробрешину пробила в Германском рейхе именно подводная война. То есть, совокупный тоннаж всех подводных лодок превышал тоннаж всех танков на всех фронтах, не только на Восточном. Ну и не только. Они еще надорвались на вот этих огромных кораблях, типа там Тирпица и Бисмарка. И авианосец, кстати, Граф Цепелин, они так и не смогли достроить даже. То есть, в какой-то момент, в какой-то момент вот эта вот военная промышленность начинает как змея есть свой хвост. Потому что вся твоя прибыль, она идет туда же. А потом, а потом сплошные убытки. То есть, вот сейчас мы на подъеме, как бы, да, вот несколько лет на подъеме, все, деньги есть, а дальше все. Конфуз. Значит, то есть, некое, то есть, здесь можно, кстати, поставить знак равенства. Экономика современной России, в принципе, очень похожа по типу на экономику Рейха. Сращивание крупного финансового капитала, Крупп, Икфарбен, Хенкель, там, ну и понятное дело, Мерседес и все остальные, как бы на, ну, в единый такой пучок, фасцию, к слову, фашизм, фасция. Экономика современной России, в принципе, очень похожа по типу на экономику Рейха. Сращивание крупного финансового капитала, Крупп, Икфарбен, Хенкель, там, ну и понятное дело, Мерседес и все остальные, как бы на, ну, в единый такой пучок, фасцию, к слову, фашизм, фасция, на службу единой цели, ну, и да, и нет, потому что на самом деле, как бы есть пропасть между военной промышленностью и коммерческим сектором, то есть все-таки российские власти не все еще огосударствили, да, как это называется, то есть есть, например, сельское хозяйство, которое находится не под государством, в Германии не так было? Нет, то есть фермер, производитель из бонзейских сосисок? Нет, да, ну, просто в Германии уже в какой-то момент начинало жить тем, что привозилось с оккупированных территорий. Не, но до 39-го, то есть до момента... До этого момента, да, вот пока там сельское хозяйство, розничная торговля, там какие-то, какие-то мелкие производители чего-то, там в России еще остаются, в общем, и государство более-менее понимает, да, что, а, кстати, еще важно, в отличие от того же Советского Союза, нет монополии на спирт, то есть пока, как бы, то есть люди пейте, как бы спокойно, да, потому что мы понимаем, что если туда залезет, ну, государство, возможно, туда и залезет еще. Залазило уже не раз. но она может, если она туда залезет, то тогда людям будет нечего пить вообще, да, и бунт будет быстрее, как многие говорят, но это шутка, конечно. Если водка будет 8, все равно мы пить не бросим. Да, передайте Ильичу, нам и 10 по плечу, но если будет больше, то мы сделаем как в Польше, да, вот этот советский стишок, да, это вот как раз, потому что она до этого стоила, водка стоит 3, 3, 3, 8, да, все равно мы пить не бросим. Да, да, было 3, а стало 8, то есть вот из... 3,62 у нас не было всех этих ваших, у нас было 3,62, 4,12. Да, совершенно верно, то есть все это и масло было по 3,50 и по 3,60, другого не было, то есть оно так и называлось, сливочное масло. Ну вот, значит, все-таки есть пока еще некоторые различия, но обусловленные тем, что все-таки немножко иная система, не было той единой финансовой системы, которая есть сегодня, и поэтому условный, но все равно же вот условный производитель каких-нибудь, я не знаю, ванзейских сосисок и, не знаю, там пива какого-нибудь, баварского, он тоже был, значит, участником, он был участником, он же не был под пятой, кто там был министр экономики, шахт, по-моему, да, не, на самом деле это правда, то есть вот какие-то такие вещи есть, потому что, но видишь, так как бы у российских вождей нынешних, у них больше тяга к, например, советским практикам, поэтому они скорее вот не к нацизму, а вот это вот создание госкорпораций, то есть большие корпорации, это как бывшие советские министерства там. Ну понятно, нет, то, чего они хотят, это понятно, они же пытаются выдать себя за, значит, вот ту войну, которую они развязали против Украины, они же пытаются выдать, как такое послесловие Второй мировой, ты смотри, смысл в том, что Круп, семья Крупов, была хозяином своего предприятия, а Сергей Чемизов не хозяин компании Ростехнологии. Он приватизировал. Нет, это государственная компания, его всегда можно оттуда выбросить, вот и все. Вот в чем разница, немецкие магнаты были хозяевами. А при желании нельзя было найти у Крупа бабушку-еврейку, например, я не знаю. Не, ну слушай, они, немцы очень прагматичны и рациональны, вот у них все, это такая нация, у которых очень правильно все устроено, это в России могли бы. Ну, кстати, я вот читал недавно, для того, чтобы искать бабушку-еврейку, нужно быть немножко византийцем. Я не знаю, мне вот недавно читал интересные воспоминания одного из офицеров, который участвовал в Сталинградской битве с немецкой стороны. Так вот, насколько было известно, и об этом постоянно ходили, значит, разговоры, что, вот это та же история, что и с Бахмутом сейчас, то есть, обойти Сталинград 50 километров вниз, там уже в Волжские степи, и, в общем-то, никакого особого смысла брать Сталинград вот сразу не было. То есть, и генералы, которые были профессиональными военными, об этом постоянно говорили Гитлеру, но у него же, значит, вот, это имя Сталина, и это символ, то есть, это символ, это разве не проявление вот этого нерационального мышления, когда, а, с другой стороны, разве рационально было евреев-ученых, которых потом Америка себе взяла, и с которыми делал Манхэттенский проект их выдворять из Германии, я думаю, чисто теоретически их можно было склонить к сотрудничеству. Нет, но Гитлер-то вообще не про рациональность, скорее, он, конечно, был все-таки этнический австрийц, но он был подвержен очень всему этому мистицизму, и... Похоже ли это на Владимира Путина? Он что же любит? Памятные даты, вот этот вот, что-то вот про вот эту вот, какую-то русско-славянскую, вот эту вот тематику. Он любит памятные даты в контексте того, что народ должен понимать, что 9 мая есть каждый год, да, и есть вот этот вот священный ритуал прохождения войск по Красной площади, который люди должны видеть, даже если по ней ударят там беспилотники, грубо говоря, да, нужно для этого согнать всю систему ПВО, мобилизовать всех московских бюджетников, чтобы они сидели, смотрели в окна, и не дай бог что-то долетит, да, но Россия должна по телевизору видеть этот ритуал. Вопрос, бомбардировки англичанами могли помешать какому-нибудь, и не знаю, шествию с факелами? Ну, если прямо вот не раскатали город вообще, а просто пару бомб упало накануне, на следующий день мог быть парад в Нюрнберге, например. мог бы быть, и англичане, в общем, так сказать, уже примерно с 40-го года наведывались в Германию по Баббищу. То есть, второй год войны как раз. Да, это как раз второй год войны, да, после битвы за Англию, когда Люфтваффе не смогли достичь своих целей, да, тут уже как бы англичане, так сказать, начали, и более того, можно сказать, что первые бомбардировки советской авиации были в июле 41-го года уже, да, с острова Сарема, когда слетали здесь с аэродрома, было несколько налетов на Берлин, вот, поэтому вполне возможно себе, что факельное шествие могло попасть под бомбежку. Ну, то есть, и об этом в газете молчок? Нет, почему в газете не молчок, они же... Фюрер не пострадал при налете англичан. Да, между прочим, между прочим, когда был первый налет советской авиации, самый успешный налет был, это последние дни июля 41-го года, в немецких газетах было написано, что англичане отбомбились, а после чего в английских газетах появилось, нифига мы в этот день Германию не бомбили, и тогда немцы с удивлением, с офигением узнали, что у Советского Союза такие есть стратегическая авиация, чего они не предполагали. Это как Песков, который говорит, что вот в интервью сербской журналистки, а вы знаете, вот мы не предполагали, что Запад и НАТО вступятся за Украину, как бы, и немцы не предполагали наличия. Что случилось? Да, то есть вот, а чем вы думали, ребята, получается, и немцы такие, ой, у Советского Союза тоже есть стратегическая авиация, оказывается. Тут несколько пунктов есть, которые можно пропускать, потому что они не требуют серьезного обсуждения, несогласия, знак инаковости. Самые первые лозунги любого фашистского движения направлены против инородного. Фашизм по определению замешан на расизме. Все это в какой-то определенной степени понятно, то есть, учитывая сегодняшние сроки за то, что они считают фейком. Но вот следующее. Опора на средний класс. Первой опорой фашистов был средний социальный класс, пострадавший от политического или экономического кризиса. Этот класс испытывает страх перед раздраженными низами. Как раз вот этот средний класс сейчас перемалывают в Украине. Российский. Это абсолютно иррациональная история. Значит, часть среднего класса один к трем, как говорят, 300 тысяч было мобилизовано, почти миллион сбежало. Вот тебе и забота о среднем классе. У меня вопрос был. Ну вот все прекрасно знают то, что там какой-то мифический сын Пескова попиарился. Нет, а вот были ли брони, например, от армии у детей там условного Альберта Шпеера или у не знаю, у того же Икфармена? Слушай, я не могу... Были ли высокопоставленные, ну условная золотая молодежь, была ли она в рядах Вермахта или может быть элитной части СС какой-нибудь Тотенкоп или еще чего-нибудь? Точно тебе сказать не могу, но я так понимаю, что воевали разные отпрыски и с немецкой стороны, вот, потому что с советской стороны была такая же история, да, там даже сын Сталина у них страшно сказать в плен попал, да? оба сына воевали там один-один в авиации Василий Василий был летчиком, значит, Яков был артиллеристом, сын Микояна вообще прекрасным был пилотом и... легендарная фраза была, но она нам известна, она нам известна по фильму Озерова Восхождение, по-моему, Возрождение, Возрождение, да, когда там тоже предлагают обменять значительно генерала 6-й армии Паулюса и он произносит фразу Я солдат на маршалов не меняю. Ну, это на самом деле фейк, то есть не было такого, но во всяком случае говорят, что немцы и не предлагали, в общем, то есть нет таких документов, которые... Ну, в любом случае красиво смотрятся. Но я думаю, что там была своя личная история, там у Сталина было не все в порядке с личной жизнью, да, но своих сыновей так или иначе любил, да, но это сознание того времени, как бы, да, сознание большевика интернационалиста, оно не позволяло ему подумать, что вот, то есть мои дети не пойдут служить на фронт, как бы, да, этого быть не могло. То есть все были генералы, там, маршалы, у которых дети погибали на войне, то есть это была такая, это была другая культура совсем, потому что еще смотри, там же ведь фишка была какая, с советской стороны это была действительно война праведная, это была война с фашизмом, который напал на нас, да, и мы, значит, свою территорию отбиваем, мы воюем за родину. Вот сейчас совсем другая история. в сознании именно людей, то есть мы сейчас возьмем за скобки момент неожиданной симпатии, да, в 39-м году и, как бы, визиты Молотова в Берлин в 40-м году с предложениями разного толка, то есть, как бы... Но при этом симпатия была такая, как бы, да, они же, я так понимаю, оба понимали, что это все ненадолго будет и союз этот был ситуативный, как бы. Ну да, конечно, но это подмочило репутацию. как переговоры велись, то есть, то, как зарождались вот эти переговоры, это же было просто экспромт сначала, да, потом, но нельзя сказать, что это вот прям какие-то такие вот союзнические отношения. Нет, партнерские, партнерские. Это были действительно, да, такие партнерские отношения, когда они там поделили, как бы забрали, да, но при этом, я так понимаю, что обе стороны, потому что даже, вот если брать карту, да, вот эта вот граница, которая установилась, она не была названа, это была, там было написано линия разграничения интересов Германии и Советского Союза. То есть, если хотите, завоевывайте, не хотите, не завоевывайте, а если уж обосретесь, как в Финляндии, то это ваше дело. Да, совершенно верно, то есть, тут как бы они, и я не думаю, что и Сталин, и Гитлер питали иллюзией, да, потому что есть там воспоминания, где Молотов вспоминает, как он последний его визит в конце 40-го года, в Берлин, да, и уже ему там Риббентроп говорит, что мы, ни одна бомба не упадет на Берлин, вот Геринг пообещал там на приеме у Гитлера, ну и тут же начинается воздушная тревога, как бы, да, и они переходят в бомбоубежище. Да, переговоры вести, на что, значит, Молотов ему извительно замечает, что как же обещание, так сказать, Рекс-Маршалла. Я читал, что в этот день англичане просто очень методично бомбили Берлин. Да, так случилось, такая вот история, как бы, в которой, мне кажется, ни одна сторона друг от друга иллюзий не питала, и не было там какой-то любви, о которой говорят, прям вот, там было желание, так сказать, свои интересы, обкашлять, что называется, вот, но... Вот интересный у нас есть тут признак, так сказать. Враг изображен мощным, но при этом слабым. Британцы питаются лучше, чем честные и рабочие итальянцы, работящие итальянцы, евреи богаты, к тому же имеют тайную сеть взаимопомощи. Тем не менее, даже их можно с легкостью завоевать, потому что мыслят они неправильно, а значит, они слабы. Ну, вот это как раз подходит, потому что здесь вот даже у меня есть... С одной стороны, там в Европе одни геи, значит, и... Нет, это по отношению вот к противнику очень сильно видно, потому что там во всех Z-группах, которые есть в Телеграме, и вся российская пропаганда, то есть, если ты посмотришь российские новости, там не говорят, что вот там российская армия сегодня там с украинской, да, нет, они говорят, что, например, там доблестные псковские десантники отразили атаку нацистов, ну да, нацистов, то есть, их называют нацистами, их не называют, а армией... Да, 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 укра-нацистов, да, вот так вот. но иногда Мардан, например, любит говорить там, отстрелялись по хохлам. Ну, ну это да, ну вообще... Хохол лезет. Ну это как бы, да, отдельный товарищ, но вообще вся российская пропаганда, то есть, мы воюем не с украинской армией, мы воюем не с Украиной, то есть, Песков об этом тоже говорит все время, что Украина, это жертва, то такая же натовская агрессия, как и мы, вот они их накачали оружием, а воюют нацисты. И им говорят, что мы наследники победителей фашистов. Значит, в 45-м году Советский Союз не добил фашистов, и наша, ваша задача, вы сейчас, то есть, вот деды, как бы там уничтожили Гитлера, а мы добиваем нацистскую гадину в Украине сейчас. При этом... Вы наследники победы, им говорят. Ну да. А военные, ну как бы людям нужно, им просто объясняют, но при этом, я не знаю там, что с ними творится, когда они туда попадают, как бы, и когда все это видят, там уже потом другие какие-то рассказы бывают, да, что вот нам говорили одно, когда мы приехали, видим другое, что нас там никто не любит, нас там все, значит, матерят местные, и никому мы тут не нужны, в общем. И никто не будет с цветами встречать. Да, никто с цветами не встречает, и когда там самогонку покупаем в деревне, заставляем хозяина пробовать, да, потому что были случаи, так сказать, отравлений, да, то есть, нас не хотят. Вот это первое, первое появились вот такие вот интервью и разговоры в Херсоне еще, да, когда там десантники говорили, что непонятно, вот местный подходит к тебе, непонятно, он тебе нож воткнет в спину, да, или выстрелит в тебя, то есть, вот такая вот история. и поэтому первая часть была отставлена, и сейчас, то есть, можно даже найти там в пабликах, уже, к счастью, отсутствующих в данном мире, Мангушева, частично отсутствующего Захара Прилепина, присутствующего. он присутствует. Ну, частично, да, как частичная мобилизация. Вот, и получит... Голова сила, поэтому... Вот это... Он в нее ест. И пишет... Пишет, да. Ну, так вот, разговор о чем? Значит, они уже отставили эту сторону, значит, что вот мы идем с освободительным походом, и там у них уже пишут, это война за искоренение украинства, как изуродованного, значит, вот какого-то уродливого явления, и там прямо открытым текстом вот это пишется. То есть, заявления античеловеческого характера в какой-то момент стали мейнстримом, когда Мангушев выходил с черепом. Это уже прошедший... Это подпадает под фашизм? Это... Под фашизм это подпадает? Я бы сказал, что это похоже скорее на апартеид какой-то, больше, чем на фашизм. А в чем разница между апартеидом и фашизмом? Ну, потому что, смотри, тут мы как бы по конкретной нации бьем украинство, да, это получается, что как бы мы хотим искоренить украинцев. Ассимилировать их. А фашизм это все-таки, то есть, в классике у Муссолини только в 45-м году, когда папа Пи-12 позволил, там немножко евреев подчистили, но до этого евреи прекрасно жили, и, в общем, не то чтобы прекрасно, но, во всяком случае, это не в Венгрии, не в Италии не практиковалось. Не в Испании. Да, вот мне кажется, про вот эти вот, про историю с украинством, это, скорее всего, какие-то эксцессы отдельных исполнителей, потому что на государственном уровне вот таких вещей не провозглашалось, более того, это примерно история где-то осени 22-го года. Сейчас, сейчас официально, вот то, что говорится, Песков постоянно повторяет, что мы, наша задача сейчас, специальной военной операции, да, прости господи, значит, отодвинуть возможности украинской армии бить по, значит, нашим городам Донбасса. Ну, то есть, уже речи, мне кажется, не идет уже, а если переводить это на обычный простой язык, то есть, наша задача построить большую, эшелонированную систему обороны, чтобы ее невозможно было пробить, потому что дальше наступать мы не можем, у нас нет мобилизованные, которые были отправлены прошлой осенью на войну, уже частично истрачены, вот, и все равно плохо воюют, да, у нас нет возможности провести второй раз мобилизацию, потому что иначе, как бы там, ну, ее можно проводить только скрыто, людские резервы тоже, они, конечно, кичатся ими, да, но, видимо, и экономика уже показала, что если вот мобилизовать еще где-нибудь полмиллиона, то, в принципе, как бы некем будет работать вообще даже в России, и поэтому они говорят, что наша задача сейчас это оборона, то есть никто уже не говорит о том, что Украина, то есть на Украину, по-моему, уже махнули рукой, типа отрезанные ломать, потому что мы уже, ну, все понимают, что с Украиной отношений не будет, то есть давайте, как бы, а Путин, тоже у него через, меньше, чем через год президентский выбор, надо представить хоть какую-то победу, хоть какую-то победу, то есть он вот, это вот как после этих референдумов дурацких прошлой осенью, когда все смеялись, значит, там Херсон... Сколько Лиман пробыл в составе России? Сутки, да? Сутки, да, Херсон пробыл там, в общем, вышел в составе Российской Федерации через две недели или три. Херсон покинул час. Да, да, покинул, да, вот, то есть, а сейчас задача какая, вот к марту 24-го года сохранить любой ценой вот то, что есть сейчас, мне кажется, вот это, да, вот это вот, примерно, часть там, Запорожской, Херсонской, Харьковской областей, которая была оккупирована, да, вот просто вгрызться в нее и стоять насмерть, да? Вот еще вопрос, именно вот конкретно к теме, потому что то, что они говорят, это, там, не знаю, Гитлер говорил про то, что все отвергли его мирные планы и что вот немецкое население угнетается поляками, но вот интересный момент, когда примерно полгода назад или может быть чуть больше, ну там, уже прошло некоторое время после Бучи, когда весь мир ахнул, весь мир просто был в ужасе от всего, что произошло и был, и тут издается закон, освобождающий солдат российской армии от уголовной ответственности на новых территориях, если эти преступления направлены, что-то там, на благо России. Созвучно ли это пункту в плане ОСТ о освобождении немецкого солдата от уголовной ответственности за преступления на Востоке? Ну там, не совсем так, все-таки, в российском в этом, то есть там, это все, мне кажется, сделано под вагнеровцев. Ну тем не менее, почему? Это история сделана под вагнеровцев и она скорее, знаешь, вот она больше идеологическая, чем практическая, потому что сейчас не будет речи никакой о суде над военными преступниками, потому что, ну, Путин понимает, что армия воюет, как бы, да, и если он покажет ей, что я еще и вас здесь, как бы, там, то есть, это такая будет сдача позиций, как бы, они скажут, ничего себе, мы там, значит, за тебя кровь льем свою и не только, да, а ты нас, значит, это самое. Но надо сказать, что жирновая история и, господу богу, они мелят медленно, но верно. Я думаю, что в какой-то момент Россия изменится и она не будет всегда такой, как бы, да, Россия, это не Иран все-таки и не Северная Корея, она по-другому устроена. Вот, и тем людям, которые совершили военные преступления, которые сейчас бахвалятся где-то дома, там, кто-то, может быть, там, пьет горькую, понимая, уже были такие случаи, когда журналисты находили этих людей и общались. Так вот, им не стоит обольщаться, потому что в какой-то момент их просто разменяют, потому что российская власть, какая российская власть будет после Путина и какие будут требования Запада в отмен на обмену санкций, например, и если там скажут, ребят, вот вы знаете, есть вот такие вот пункты, которые вы должны выполнить обязательно, а именно провести вот эту свою домашнюю работу, как бы, да, потому что мы хотим не просто так, чтобы все это закончилось, хихоньки да хахоньки, а мы хотим, чтобы больше не было такого, не было таких прецедентов. Поэтому военных преступников вы должны выдать международному суду, то есть и я думаю, что мы на своем веку с тобой еще увидим этих людей на скамье подсудимых и их будут судить и они не должны обольщаться, что их кто-то прикроет. Это будут потом отобранные боевые награды у военных преступников, отобранные звания, отобранные пенсии. Такие прецеденты уже были, потому что понятное дело, что никто не будет судить Путина в Сразбурге, да, там это невозможно. То есть это как бы понятно, что это такой жест символический. Но вот судить простого пехотного капитана, который отдал приказ и лично участвовал в расстрелах мирных людей, легко. А почему нереально судить Путина? Ну, допустим, представим, идеальный вариант, свершается некий дворцовый переворот и тут, значит, условный там, я не знаю кто, ну, неважно, кто-то из приближенных системных либералов говорит, значит, мы были в заложниках, вот мы решим идти на Попетную, вот он связанный. Чем больше сдадим, тем лучше. Нет, любой российский правитель будет знать, что если он сдаст этого, то его тоже сдадут. Поэтому никто никогда Путина не сдаст. То есть, а если, допустим, ну, даже не сдадут туда, а проведут свой... Его не сдадут, точно. А проведут свой показательный судебный процесс в Москве с максимальным привлечением международных наблюдателей, с предоставлением, то есть, с аккредитацией всех мировых крупных СМИ, с привлечением свидетелей с Украины, ну, вот такой вот... Слушай, ну, для этого Россия должна очень сильно измениться. Это должен прийти Навальный какой-нибудь к власти. Ну, или Ходорковский, да. Мы же понимаем, что вряд ли это произойдет. Ну, я честно... Скорее всего, что, скорее всего, Россией будет руководить... Нет, ну, не Пригожин, как бы Пригожин. Скорее всего, Россией будет руководить либо Михаил Михайлович Мишустин, либо Николай Платонович Патрушев, либо кто-то из их окружения. У них хватит легитимности для этого? Ну, вот... Ведь... Я думаю, что у Мишустина хватит, тем более, что он по конституции следующий. Это раз. Второе. Второе. Он довольно солидный, спокойный мужчина, который, в общем-то, если посмотреть на все его действия, пока еще... Даже букву «Кузет», по-моему, на Лацкану не одевал. Моя концепция, что эта война должна быть закончена немедленно. Да, там... Это невозможно. Истрачена куча народу, как бы, да, там... Все устали от этой войны, все обезумели, осатанели, как бы, да, и ни к чему хорошему дальше это все не приводит. Но, к сожалению, я думаю, что все это будет продолжаться, и мы увидим еще не то. Вот. От абсолютно обезумевших людей. А еще потом начнется возвращение этих людей. Они будут возвращаться... Украинцы будут возвращаться домой, наши русские будут возвращаться в Россию. Начнется эта преступность, потому что люди убивали, видели и поймут, что там, особенно, я думаю, в России это будет... Потому что в Украине они хотя бы будут героями, да, там... А здесь они и большая часть... И начнут опять так же говорить, мы вас туда не посылали, да, как говорили афганцам. Зачем вы туда ехали, да? А я был добровольцем... У Ильи Яшина, кстати, есть очень хороший диалог с человеком, который был там. Абсолютно верно. Это страшное озлобление будет. Они начнут... Вот сейчас уже были случаи, когда там с гранатой на магазин приходила, она ему сволочь, там, алкоголь не продала после 10 лет. В Заволжье мужик жену свою зарезал. Вот, вот. Таких случаев уже много. То есть, вот, когда читаешь российские новости, ты понимаешь, где там в Ростовской области гонятся за тремя вагнеровцами, которые там обезумевшие с пулеметами, значит. То есть, и вот, и это надо заканчивать. Это надо заканчивать быстрее, потому что иначе это просто будет катастрофа. Да. Ну что ж, дорогие друзья, частично мы вопрос разобрали, провели много интересных исторических параллелей, наша тема не закончена. Продолжение в следующей серии, где мы разберем остальные признаки фашистского или, как говорят, нацистского режимов. Установим, так сказать, научным или каким-то, значит, доказательным путем является ли нынешний российский режим таковым. Ну и вообще, пишите в комментариях свои пожелания, отзывы, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Сегодня для вас был сеанс ликвидации безграмотности от Ковальского и Ковальченко. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...